Завершился визит помощника президента России Владислава Суркова в Абхазию. Президент Абхазии Рауль Хаджинба и помощник президента России подтвердили, что все договоренности, заключенные между Сухумом и Москвой в прошлом году, будут реализованы. Надеюсь на то, что все то, что мы обговаривали в развитии договора, который был подписан, будет реализовываться. Хочу разочаровать тех, кто говорит о том, что Абхазия может не получить тех возможностей, которые озвучивались российской стороной. Все они будут. Будут возможность повышения наших пенсий, возможность повышения нашей заработной платы, наших людей в социальном порядке. Качество работы будет совершенно трудно. Мы обсуждали вопросы, связанные с инвестпрограммой. Есть вопросы, которые будут реализовываться буквально в ближайшее время. Это связано с теми программами, которые были заложены в части, касающиеся работ по инфраструктуре дорог. Продолжаться будут проекты, связанные с водоснабжением, экономизационными системами. Но есть проекты, которые для нас очень важны и интересны. Это проекты, направленные на развитие нашей экономики. Здесь есть определенные вопросы, которые будут реализовываться в ближайшие дни. Я несомненно надеюсь на то, что результат этих работ будет положительным. Я сейчас имел возможность рассказать о том, что мы подтверждаем обязательства России, как прежние, так и новые для подписания нашего нового договора. Я бы хотел напомнить, что на финансирование программ развития Абхазии предполагалось на текущий год 4 с небольшим миллиардом рублей. После подписания договора эта сумма была увеличена на 5 миллиардов, то есть больше, чем в два раза. Сегодня в России непростая ситуация, мы все это знаем. Идет, честно говоря, сокращение бюджетных расходов. Это тоже никакой не секрет. Но президент России с подачей по просьбе вице-премьера Хлопонина принял решение не сокращать расходы, связанные с поддержкой Абхазии. То, что запланировано, 9 с лишним миллиардов будет полностью предоставлено в распоряжении Абхазского руководства и правительства. Естественно, надо посмотреть, как их эффективно вложить. Это уже дело Абхазской стороны. Нам длиннее, что называется, как их и на что их лучше тратить. Мы действительно коснулись вопросов развития реального сектора. Здесь есть, может быть, разные оценки в методах его развития. Но я думаю, что то инвестиционное агентство, которое было создано в России для цели развития Абхазии, оно существует и оперирует так же цифрами около 3 миллиардов рублей. Замечу, что сверх того, что происходит непосредственно бюджетом России. Это тоже важный источник для развития именно проектов, связанных с цельными силами. Мне кажется, у нас впереди абсолютно такое понятное и вполне оптилистическое будущее. Спасибо. Спасибо. Спасибо.